Хобби Оон Тур 390SF Вы знаете, у него масса преимуществ Первое преимущество, вы фактически не замечаете, что у вас сзади прицеп Но это хорошо и плохо Потому что здорово, когда ехать быстро, свободно, легко А не очень хорошо, когда забываешь, что сзади прицеп Второе, он относительно недорогой Это самый дешевый прицеп семейства Хобби Запомните, Хобби Оон Тур 390SF Это облегченный вариант Его масса, по-моему, всего-навсего 1200 Вот любители путешествовать без категории Е к Б И если ваши автомобили позволяют это делать То есть полная масса должна быть 3500 Чтобы не сдавать на категорию Е к Б Хотя я противник этого Вот они могут обратить внимание на Хобби Оон Тур 390SF Почему он классный? Кроме того, что у него цена маленькая Кроме того, что он легкий и так далее Дело даже не в клиренсе, дело в свесах Он короткий Потому что проходимость прицепа обусловлена Не только вот этим пресловутым клиренсом Но многие не понимают, что проходимость прицепа Обусловлена еще и длиной свесов Чем они меньше, эти свесы Тем лучше проходимость и длиной самого прицепа Бортов Потому что вот как раз таки на дороге Ялта-Бахчисарай Там вот эти повороты на 180 градусов Длинные прицепы они их не берут А вот 390-й прицеп Он свободно там проходит Ну, классически давайте обойдем Значит, тормоза наката О, кстати, я по ручке вижу, что это уже новая система Но все равно, система новая Принцип тот же Тормоза наката Которые, скажем так, используют силу инерции Давят на автомобиль Когда у него отрицательное ускорение Усилие передается на тормозные колодки И прицеп тормозит Крутилка Которая поднимает вот фаркоп Зацепное устройство для фаркопа автомобиля Или опускает Дальше Ну, тут газовые баллоны И, кстати, сюда ничего нельзя вешать Я видел, как один человек тут поставил 5 газовых баллонов Там хвастался, ехал, как здорово В итоге они все провалились туда Я не знаю, что там осталось от этого прицепа Ну, в общем, короче, 2 газовых баллона И что-то легкое Дальше погнали Ручки Кстати, вот эти ручки Вы знаете, я один раз видел, как женщина Хрупкая разворачивала этот прицеп на 360 градусов Набрала его, крутила Потом что-то ей там не понравилось Она опять его поставила В итоге сама маленькая Прицеп-то одноосный, легенький Вот запросто можно катить Но если бы тут не снег был, а асфальт хороший Запросто можно было разворачивать Он очень легко поддается этому Значит, вот это вот багажное отделение Ну, люк багажного отделения Под кроватного пространства Тут можно там лыжи какие-нибудь положить насквозь Или там доску для сноутборта Еще что-то там длинное И так далее Ну, еще я внутрь заходить не буду Ну, кассета биотуалета на 20 литров Ну, прицеп вообще-то для троих Но можно путешествовать Лучше путешествовать с этим прицепом вдвоем Ну, или мама, папа и маленький ребенок По документам он на четверых По документам Но все-таки В четвером в нем будет тесновато Лучше, конечно, троем Лучше всего путешествовать А лучше вдвоем Ну, мы сейчас внутрь зайдем Вы сами в этом убедитесь Вот преимущество Вот этого окна в том Что у вас панорамный вид Но если вы велосипедист То сюда поставить велосипедные поста Ну, крепление будет проблематично Можно их поставить вперед Но впереди тоже плохо Потому что Когда вы буксируете прицеп При повороте налево-направо При превышении угла больше чем 30 градусов Вы можете повредить себе бампер Вот, ну, пошли дальше Ну, здесь чего? Здесь Здесь, ну, почти ничего То есть заливная горловина Бака С водой И Подключение электричества Пойдемте внутрь Но сразу хочу Вам Сказать, что Прицеп Очень хорош для двоих Для троих Если у вас не хватает денег На большой прицеп Но у вас там семья Из 5-6 человек Все-таки стоит подкопить Но идеален он Для какой-нибудь там Супружеской пары Которая уже отправила своих Детей и внуков В плавание В большое И сама Наслаждается Жизнью вдвоем Или для молодой Супружеской пары С одним ребенком Ну, пошли посмотреть Что у него Внутри Хобби-он-тур 390SF Вот такой вот столик Он Раскладывается И превращается В кровать Вот, наконец-то В хобби-он-тур Появились вот эти полочки Они были раньше Только в серии Престиж Ну, додумались Наконец Потому что мелкие вещи Вот видите Такой подъемчик Мелкие вещи Конечно Здесь удобно Хранить Всякие ключи Мелочь Нужно иногда Вот выбежать Что-то Отвертку Какую-то взять Или Ну, мало ли что Чтоб туда не заходить И вот эта мелочевка Вся здесь лежит А тут иногда Знаете Вот тут складываешь Белье Чистые вещи Какие-то рубашки Там И что И Хранятся Какая-то мелочь Вместе с этими И вот Вот эти вот полочки Они Как раз очень хорошо Здесь вписываются Шкаф Для Верхней одежды Вот некоторые говорят Что такой маленький Ну, прицеп-то для двоих Ну, зачем тут больше Тут Для двух человек Очень много всего поместится То есть Вот Очень-очень Здесь хорошо Кстати, солнечные батареи Вижу Поставили в этот прицеп 220 вольт Система автономного питания Здесь стоит То есть Прицеп так оборудован Для Похода Такого Хорошего Довольно-таки неплохо Французская кровать Некоторые меня спрашивают Что такое французская кровать Почему его называют французской Французская кровать Это Придвинута к стенке То есть Не проход слева и справа Это Квин кровать Да, королевская кровать А проходы слева и справа Ну Также много всяких полок Модельный ряд Двадцатого года У них такие Шкафы все-таки больше Чем были раньше Вот такие двери массивные И вот такие вот доводчики Видите, так доводится Все Значит, вот Смотрите Холодильник Холодильник Вот тоже Казалось бы маленький Но тоже Два человека Два человека в нем путешествуют Зачем тут большой Огромный холодильник Вот такого маленького Достаточно для двоих Но если кто-то Очень хочет Поесть Покушать То вот точно Такой же Прицеп Хобби Делюкс 400SFE Все то же самое Только большой холодильник Здесь и здесь Раньше такого не было То есть Внизу И сверху Стоят фиксаторы Чтобы не было Самопроизвольного Открытия Система Подачи энергии У него такая же Только сделана Сенсором Авто здесь нет Вот как В других прицепах Если вы отключаете Электричество Тут же включается Гассель И наоборот Дальше Вот эти вот На доводчиках На доводчиках Всякие ящички Ну такой прикольный Прицеп Для двоих Классный И самое главное Легкий Вот такие шкафы Здесь кондиционеры Я вижу Поставили у него Такой мощный Кондиционер Для такого Маленького прицепа Ну Не знаю Холод тут будет Северный полюс Значит Сколько здесь Комфора Да Три комфорки Все нормально Для такого Маленького прицепа Более чем достаточно Так Здесь У нас Ту А Лет Такой знаете Как в космическом корабле Умывальник И наконец-то И наконец-то Начали крючки Вешать Для полотенца Вставить Раньше ведь Их не было Я Не доумевал Почему нельзя Так сложно Поставить крючки Ну вот Кто-то Додумался До До того Северный полюс Прицепов дач Который начнется 3 января Целью нашего путешествия Будет северное сияние Над северным ледовитым океаном По пути мы посетим И увидим Ледовый дворец Снежной королевы Таинственный инопланетный лес Первый в мире Атомоход Ленин Самый северный в мире Тропический аквапарк Место съемок Фильма Левиафан И многое другое По пути мы будем останавливаться В зимних кемпингах Где нас ждут Зимняя рыбалка Зимняя охота И катание На собаках И снегоходах Записаться в зимнее путешествие С автодомами И прицепами дачами И ознакомиться С полной программой Караванинга Можно на сайте Дом в дорогу Пройдя по ссылке Под видео Или позвонив По телефону 8-918-487-50-79 Или написав Ватсап На этот номер